Политика, футбол, предпринимательство, все это невероятно массовые явления и их всех связывает один человек, Роман Абрамович. Его имя слышал каждый, но почти никто о нем ничего не знает. За 20 лет Абрамович дал интервью лишь один раз. Почему миллиардер не хочет рассказывать о себе и как он присвоил себе первые деньги? Только самая интересная информация. Поставь лайк и смотри видео до конца, чтобы узнать все. Абрамовича давно считают олицетворением богатства и возможно даже не самого честного. А его состояние оценивается в 14,5 миллиардов долларов. Свой предпринимательский путь Абрамович начал еще в школе, продавая сигареты и всякие мелочи. Но скорее это была вынужденная мера, так как Абрамович в раннем детстве лишился родителей. Мама Ирина Васильевна скончалась от заражения крови через год после его рождения. Отец, Аркадий Нахимович, погиб на стройке в результате аварии, когда Роману исполнилось 4. Кстати, Роман родом из Саратова, но после смерти родителей он переехал к дяде в Ухту. Еще через пару лет перебрался к другому дяде в Москву, но после школы Абрамович снова возвращается в Ухту. Поступает в институт на лесотехнический факультет, но он не смог доучиться и ушел в армию. Перспективы огромных богатств выглядели, прямо скажем, туманно. Но уже в армии он проявил свои предпринимательские и организаторские способности. Так вспоминает один из сослуживцев. В 20 лет Роман придумывал такое, что другим солдатам даже и не снилось. Вот уж действительно на редкость ушлый мужик. Он и тогда из воздуха мог получать деньги. Будущий миллиардер продавал бензин офицерам, а своих помощников поощрял сладким. Цитата. Абрамович оставлял себе большую часть прибыли, а помощников поощрял за работу мороженым или пироженым. Все были довольны. В принципе, схема любого крупного бизнесмена. Как рассказывает Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, именно такие люди, как Абрамович, становятся богатыми, ведь они из всего делают выгоду. Послушайте, это очень интересная и показательная история. После двух лет службы он, то есть Абрамович, уже должен был уходить на гражданку. Но в армии существует такая штука, как дембельский аккорд. Это когда уходящий из армии солдат должен сделать что-то полезное для своей части. И пока не завершит этой работы, уйти не может. Идея понятная, человек мечтает попасть домой, рвется изо всех сил, все сделать быстрее. Роману не повезло. Ему с группой таких же заканчивающих службу товарищей поручили прорубить просеку в лесу для будущей дороги. Работы на несколько месяцев, а им домой хочется. Рассказываю, что придумал Рома. Он поделил лес, который им надо было вырубить на равные квадраты и пошел в ближайшую деревню. А там, как обычно, в домах печки, у всех проблемы с дровами. Он сказал, что продает право на вырубку леса на веренном ему участке. И каждый из квадратов продал. Вся деревня ринулась на вырубку леса. Через два дня просека была вырублена. И на третий день Роман Абрамович отправился домой, простившийся своей частью навсегда. Я спросил, а что ты сделал с деньгами? Он сказал, что поделил на три части. Одну отдал остающимся офицерам, вторую друзьям, которым оставалось еще служить, а третью кучу поделили между собой участники Дембельского аккорда. Денег было много. В общем-то, из-за последнего, то есть раздачи денег, про Романа и будут говорить. Умеет дружить. Но об этом дальше. Перед второй частью, самым интересным, предлагаю тебе посмотреть мое видео о лицемерии блогеров, которые скорбят в кавычках из-за событий в Казани. Когда вы...